Сражение с боссами априори протекает дольше стычек с рядовыми противниками. К сожалению, некоторые игроделы в тщетной попытке добавить своему творению напускной хардкорности чрезмерно выкручивают хп-бары силу атаки некоторых главгадов, чем превращают эпичное адреналиновое сражение в безмерно затянутое репетативное дрочило. И кстати, привет! С вами Айвори. Спонсор ролика сегодня НМА, а посему уповаю лишь на вас. Не побрезгайте проявить активность и нажать дизлайк, лайк мне на пупок или просто черкните пару комментов. Спасибо! А теперь всем приятного просмотра и... понеслась! Dragon Dogma – это типичный экшен-рпг с открытым миром, разработанный студией Capcom в 2013 году. Общую заурядность данного творения разбавляет одна интересная особенность. В игре нет привычного мультиплеера, зато наличствуют асинхронные сценарии. Кличут их событиями, и игрокам надлежит проходить их в режиме онлайн посредством Xbox Live и PlayStation Network. Среди массы захватывающих событий, самым выдающимся и желанным считается рейд. Рейд Shadow Legends, скачай по ссылке в описании... А, стоп, спонсора-то нет. Простите, увлёкся. Считается рейд на босса, известного как Йодрагон. Это здоровенная жирнющая чебупеля на данный момент, а его HP-бар не раз фиксился, обладает запасом здоровья равным 3 миллиардам единиц, и это я ещё молчу про силу его атаки. Бой со столь опасным противником порой затягивается на несколько часов, но чаще всего он заканчивается гибелью храбрецов, осмирившихся бросить вызов архаичному созданию. Дилоги игр Galerians выделены жирным шрифтом в списке моих самых любимых тайтлов. Впервые услышав атмосферный опенинг оригинальной игры, а после узрев геймплей всем своим видом напоминающий старый добрый Resident Evil с примесью сверхспособности анимешных тяночек и кунцов, я моментально влюбился и понял, что это моя игра. К слову, Galerians это сурвайвл-хоррор старой школы, то есть он весьма хардкорный и ошибок не прощает. Если бездумно расходовать ресурсы, особенно таблетки, снимающие замыкание, то на дальнейшем прохождении можно ставить жирный крест. В сиквеле с подзаголовком Ash в роли финального босса выступает галерианец Ash. Неожиданно, правда? И этот засранец нереально сильный и живучий. Типичная битва с ним затягивается на добрых 40 минут, да это не 2 часа, но камон, это грёбаный сурвайвл-хоррор, а не бесконечная корейская ММО. Во времена актуальности PlayStation 2 я просто обожал серию игр Дизгая. Я буквально пропадал в этом милом демоническом мирке, час за часом прожигая бесценную молодость безмерно эпичных, но крайне затянутых по шаговым боях. Данная франшиза, помимо наличия охренительно крутых магических кастов, каждая из которых неизменно заканчивается масштабным взрывом, на фоне которого даже Хиросима покажется жалкой хлопушкой, может похвастаться неоправданно живучими боссами. Но звание самого непобедимого местного гада уже много лет держит балл из Дизгая Диту Брайта Даркнесс. Под пафосным плащиком сей рогатый демон скрывает не только лишь мускулистое тело, но и уму непостижимые 400 миллиардов единиц здоровья. Помимо этого он наделён сильнейшими атаками в игре и способен создавать теневые клоны. Менее живучий, чем оригинал, конечно, но легче тебе от этого вряд ли станет. Победа над ним возможна лишь при максимальной прокачке, и то шансы сдюжить его с первого трая крайне малы. Матёрые игроки тратят на сражение с пожирателем времени примерно 40 минут, ну а новички могут положить на это неблагодарное дело несколько часов. Про игру Асура в Раф я не единожды распинался в своих предыдущих видео, поэтому не стану утомлять тебя пылкими речами о крутости данного проекта и очевидной схожести с серией God of War. Здешние боссфайты, несмотря на нарочитую эпичность и запредельную зрелищность, как правило, заканчиваются довольно быстро, а если из них нещадно вырезать обильные квиктайм-ивенты, то типичная конфронтация сократилась бы минут так до пяти. Но в каждом правиле есть исключение, имя ему Чакра Вартин. Чакра Вартин выступает в роли финального босса, и сражение с ним, мягко скажем, немножечко затянутое. За время продолжительной схватки Будда-подобный монстр успеет кардинально сменить облик и несколько локаций боя в придачу. Думаю о внушительном количестве сопутствующих кутыей и говорить не стоит. Скиловый игрок тратит на данный поединок от 25 минут до получаса, ну а казуальщики... им я сочувствую. Мой вам совет, запаситесь терпением и, самое главное, массой свободного времени. Быстро вы с этим засранцем свои дела не обкашляете. Когда-то давным-давно, проходя великолепную GRPG Legend of Dragon, я не переставал восхищаться местными графическими красотами, что выдавала старушка PS1. И параллельно рофлить в чудовищной пиратской озвучке, со степенью убожества кое может соперничать разве что пресловутый Джилл Сэндвич. Эх, жаль, что футажей с её примером я так и не нашёл. Зато покажу тебе причудливые анимации некоторых скиллов, что и по сей день вызывают у меня ряд неприличных ассоциаций. Ты тоже это видел? Или только я такой испорченный? Anyway, ближе к делу. В игре есть несколько поистине сложных боссов, и как водится, самым гумозным оказался финальный засранец Мельбу Фрама. Назвать его сложным, это сильно польстить его персоне, он именно что затянутый. Ты только представь, уродец проходит 7 различных итераций, прежде чем окончательно склеить ласты, и каждая его фаза противней другой. Бой с ним в среднем занимает от часа до двух, в зависимости от скилла. А тут он не поверишь ой как важен, так как для проведения успешной комбо-атаки игроку надлежит попадать в тайминги. Культовая серия Final Fantasy известна в первую очередь тем, что одним лишь своим названием неизбежно вгоняет непосвященного геймера в когнитивный диссонанс, а во вторую своими преступно долгими босс-файтами, на завершение коих игроки тратят не один час своей жизни. Но всё ранее сказанное касается однопользовательских игр франшизы. Final Fantasy XI же значится многопользовательским проектом, а они в свою очередь славятся живучими рейдовыми боссами, и одиннадцатая последняя фантазия не стала исключением. Присловутый босс с безобидным прозвищем Абсолютная Благодетель прославился тем, что однажды на его убийство игроки потратили 30 часов реального времени. Понимаю, звучит неправдеподобно, но если учесть тот факт, что сей главарь помимо огромного запаса HP наделён усиленной регенерацией, которая очень быстро восполняет запас его конского здоровья, сомнения улетучиваются как-то сами собой, ведь сражение с ним очень быстро превращается в изнурительное перетягивание каната. Persona 3 считается переломной игрой во франшизе, и от этого весьма неоднозначной. Алды винят трёшку в том, что именно она стала катализатором юродивой метаморфозы, превратившей классическую и сюжетную GRPG в пёстрый симулятор жизни и досуга японского школьника. Юное же поколение нашло в ней отражение собственной жизни, я полагаю. Ну а что, ГГ безмолвное, молчаливое ничто, Тартарус как аллюзия цикличности повседневной жизни, а школа... это школа, привычная среда обитания, жизненно так сказать. Финальный босс игры NYX считается одним из самых сложных в серии. Основная проблема заключается в том, что под финал схватки этот засранец начинает кастовать два противных скилла. Первый отражает всяческий урон, а другой ваншотит одного из членов вашей команды. Пройти его можно минимум за 30 минут, но некоторые не особо удачливые игроки совладали с его мощью за позорные 2 часа. Практически каждая охота в Monster Hunter World требует немало временных затрат, что уж там говорить о стычках с древними драконами. Одним из самых гумозных их представителей по праву считается Кушала Даора, приятного из ты кушаешь. Этот чешуйчатый ублюдок имеет в своем арсенале одну пренеприятнейшую особенность. Он любит дунуть! При попытке приблизиться он моментально пускает по земле ветряные смерчи, препятствующие нормальному перемещению по арене боя. Помимо этого он частенько взмывает воздух, меняя свою дислокацию, тем самым заставляя игрока преследовать его, продлевая без того затянувшиеся действия. Всё это вкупе с завидной живучестью и богатырской силой атаки превращает данный босс-файт в заправского убийцу времени. Если вам довелось проходить Xenobloid Chronicles, то, скорее всего, в вашей памяти запечатлелся босс, известный как игролит Zero. В целом, данный представитель боссовой когорты ничем не отличается от своих чрезмерно живучих коллег. В его арсенале значится множество атак различной степени летальности. И, конечно же, впечатляющий запас здоровья на борту, равный 770 тысячам единиц, что для данной игры, мягко скажем, многовато. Опять-таки, продолжительность боя с ним зависит от вашей экипировки в частности и прокачки в общем. Некоторые особо устремлённые задроты умудряются пройти его минуты так за 10. Но обычный работяга тратит на его упокоение не один десяток траев длиною в несколько часов. Не буду тебе лукавить. Данное видео без труда можно заполнить различными неубиваемыми гадами из вселенной Final Fantasy. Но тогда бы ты поднял бунт, поэтому я ограничился двумя скромными представителями. О первом я тебе уже поведал, так что лови второго. Клич от этого практически бессмертного монстра Язмат. Родом он из Final Fantasy XII, и главной его особенностью, как ты догадываешься, является запас здоровья, равный 50 миллионам единиц. Но это не самое страшное. Куда страшнее то, что Язмат волен восполнить свой HP бар на 100% несколько раз за бой. А вкупе с его смертоносными атаками он становится практически непобедимым. Сражение с ним в среднем затягивается на пару часов реального времени. Но уходят легенды, что один игрок бился с ним 12 часов. Вериться, конечно, с трудом, но я вот Шредера в детстве несколько часов к ряду избивал. Ежедневно. А спустя годы узнал, что он был бессмертным, так как служил антипиратской защитой. Так что, кто знает, всякое случается. А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Есть чем дополнитель, аж кулаки чешутся навалять автору крепким словцом за совершенные косяки. Не сдерживайся, выпусти пар в комментариях. Если же ролик тебе все-таки пришелся по вкусу, тогда не поленись выполнить простенькую ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дергай похотливый колокольчик, урбай все уведомления на своем ведрофоне. Смело ляпай детственно чистые комментарии. И подписываться на канал не забывай, тебе тут всегда рады. В общем, будь активным. На этом все. Всем удачи и... Пока!